80 процентов это работоспособность и действительно постоянная работа усердность усидчивость нахождение в себе сил начинать все с нуля 10 процентов это удача быть в нужное время в нужном месте и 10 процентов наверное это смелость не бояться изменений не бояться новых предложений вот наверное такая формула самое главное конечно это много упорно и долго работать роднянский дмитрий владимирович заместитель директора по образовательной деятельности института искусственного интеллекта робототехники и системной инженерии казанского федерального университета доктор экономических наук здравствуйте дмитрий владимирович я полина про большое количество необходимой работы говорят почти все ваши коллеги хотя мне это человеческое качество не очень понятно наверное потому что я не устаю а вот смелость в вашей формуле меня действительно зацепила почему вы так кардинально сменили свою сферу деятельности я начал работать в компании тот нефтепродукт 2007 году я начал там с должности рядового экономиста в филиале и уже в одиннадцатом году я уходил в университет с должности главного экономиста всего холдинга но я понимал что возможности дальнейшего моего профессионального роста в этой компании ограничены плюс у меня была на подходе и уже написано и назначена дата защиты кандидатской диссертации и мой научный руководитель когда это был еще казанский государственный университет до всех трансформаций она предложила мне перейти в университет и попробовать себя там я честно говоря не сомневался вообще ни секунды мне это было действительно интересно мне хотелось попробовать себя в университете три года работал на должности ассистента кафедры старшего преподавателя кафедры и потом уже с 2015 года началась моя ну такая организационная управленческая наверное тоже карьерой вы действительно очень решительный человек если с легкостью покинули одну из успешных компаний страны ради нового дела уходя из нефтепродукта уходил в первую очередь именно от административной и управленческой работы потому что она настолько мне казалось тяжелой с точки зрения каких-то политических интриг с точки зрения психологического состояния я отдохнул три года от нее я понял что без этого скучно как то так складывалось в моей жизни что это работа сама меня находила поменять сферу и прийти в институт искусственного интеллекта это было уже действительно сто процентов мое сознательное решение и вот здесь я уже точно могу сказать что я для себя вижу миссию мы верим в то что мы в состоянии создать действительно крутой айти институт с приложением вот именно к железу и мы в состоянии построить концепцию вот этого прогрессорского образования который мы сейчас стремимся я думаю что в обозримой перспективе мы это реализуем я слышал что коллективные стратегии это ваша фишка поделитесь своим видением развития института которым вы вместе с коллегами сегодня занимаетесь действительно институт искусственного интеллекта робототехники и системной инженерии он создан на базе инженерного института буквально недавно 1 сентября 2023 года и задача институт который стоял перед институтом это подготовка высоко квалифицированных специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта чьи знания навыки и компетенции использовались бы в промышленности ну или как мы говорим на железе фактически все учебные планы на 70 80 процентов мы пересмотрели с учетом мнения наших работодателей наших индустриальных партнеров очень большой блок дисциплин у нас занимает подготовка так называемых soft skills особенность нашего института заключается в том что мы готовим не только не столько инженеров мы готовим инженеров которые разбираются в экономике которые умеют управлять проектами которые могут посчитать прибыль могут свести и проверить по крайней мере бухгалтерский баланс и которые владеют навыками коммуникации управления командами развитие этой команды и учета различных психологических факторов а зачем это все инженером потому что мы готовим инженеров нового инженеров-управленцев именно вот эти прикладные навыки навыки soft skills это то что не хватает текущим технарям инженером я с 2015 года в и уэф являлся координатором федеральной президентской программы подготовки управленческих кадров где мы осуществляли переподготовку топ-менеджеров ведущих предприятий республики там у нас было порядка 80 процентов слушателей это были технари без экономического образования без вот этого бэкграунда и они говорили что отсутствие навыков soft skills межличностных коммуникаций различных методов управления проектами финансовых основ это тормоз в развитии их карьеры практически все после того как заканчивали эту программу очень быстро двигались по карьерной лестнице становились первыми лицами своих предприятий и вот мы хотим в институте в нашем готовить таких специалистов чтобы они сразу обладали всеми этими компетенциями так 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 то есть обычные экономисты становятся не нужны мы ни в коей мере не являемся конкурентами или заменителями экономического образования у нас просто разные цели и разные задачи 70 процентов содержания всех наших учебных планов это непосредственно инженерная составляющая то что должен знать инженер а все остальное это вот soft skills это технологическое предпринимательство ну и общеобразовательные предметы инженер должен получать знания и навыки экономического толка для того чтобы участвую в каких-то экономических каких-то управленческих технических проектах он мог по крайней мере рассчитать какую-то базовую часть и сделать технико-экономическое обоснование или хотя бы он мог разговаривать на одном языке с экономистами которые там работают я работал стат нефтепродукты была такая шутка что третья мировая война начнется между бухгалтерии и программистами вот мы стараемся сделать подготовить таких специалистов чтобы они говорили на одном языке чтобы инженер мог понять что хочет от него экономист какие данные получить чтобы он мог коммуницировать в команде и чтобы человек с инженерным бэкграундом имел возможности для карьерного роста и мог стать не только там главным инженером но мог стать руководителем проекта генеральным директором президентом компании я поняла вы хотите чтобы вашим выпускником стал человек комбайн а он вообще существует человек комбайн конечно не существует хотя наверное не за горами тот день когда искусственный интеллект и сможет создать и его вот есть очень интересная теория низко кодизоса который говорит о том что на разном этапе жизненного цикла предприятия нужны управленцы с разным набором компетенций сегодня тренд таков что даже финансовые учреждения в инвестиционной компании чаще всего берут выпускников инженерных специальностей а не экономических или юридических и в первую очередь наверное по причине более качественным более серьезного аналитического наверное мышление у этих людей мы хотим подготовить всесторонне развитых людей на по крайней мере на уровне бакалавриата а дальше уже человек будет сам выбирать он идет магистратуру в науку в бизнес и там он поймет какие навыки ему наверное знания нужны в дальнейшем и выберет какую-то свою узкую специализацию как думаете что стало причиной такой серьезной трансформации учебных программ инженеры снова понадобились сегодня идет большая федеральная программа по популяризации именно инженерного образования с одной стороны инженерные специальности они были недооценены в предыдущие годы во вторых это то что сегодня с появлением нейросетей с развитием технологии искусственного интеллекта эта тема стала очень популярна по этой причине сегодня очень много студентов очень много абитуриентов они заворожены вот этими технологиями виртуальной реальности искусственного интеллекта и всего что связано с идти но вот эти красивые темы связаны с метавселенными сериалы которые тоже формируют сегодня определенную субкультуру среди молодежи тема фанта фантастики компьютерные игры это все то что мне кажется поднимает интерес к этому виду образования мы сегодня создали программу дополнительного профессионального образования prompt инжиниринг это программа которая учит слушателей и студентов работать нейросетями мы все сегодня привыкли к тому что есть яндекс gpt есть гигачат студенты пишут курсовые дипломы с помощью в том числе этих программ но работать с ней это тоже определенные умения это тоже определенные навыки и от того как вы построите запрос этой программе зависит качество ответа этой программы этому мы тоже учим мы провели большую программу дополнительного пере профессиональной переподготовки для слушателей из университета китая они у нас учились технологиям prompt инжиниринга взаимодействие запросы с нейросетями технологиям интернета вещей цифровой обработки сигналов проектного менеджмента была такая комплексная программа которая на где-то 80 процентов состояла из инженерного и технического контента а 20 процентов это были soft skills это были тренинги они с удовольствием знакомились с концепциями управления с гибкими подходами к управлению agile scrum выполняли все практические задания и даже говорили что мы у себя в университете большие начальники а тут мы рисуем буклеты зоопарка и мы просто счастливы и мы знаем уже когда вернемся какую систему управления как мы поменяем систему управления в нашем наших подразделениях не знаю как китайцы но многие российские школьники и их родители живут в иллюзиях по поводу современных технологий по крайней мере мне так кажется вам бы хотелось их от чего-то предостеречь наверное главная иллюзия и детей родителей это то что это не настоящая работа что этот такой все здесь происходит по фану здесь все прикольно современно технологично бегают роботы ты их программируешь нажимаешь кнопочки сидишь в ноутбуке и все это вот примерно такое отношение было лет 10-15 назад к специальностям связанным с рынком ценных бумаг что ты вот и все брокерские компании пропагандировали такой образ что ты сидишь с открытым ноутбуком на берегу моря с коктейлем в руке попиваешь этот коктейль нажимаешь две кнопки деньги текут к тебе здесь тоже есть такой стереотип нужен наверное главная иллюзия который нужно развеять это серьезная работа это действительно четыре года серьезной подготовки включая точные науки включая математику физику потому что ну специалистов по робототехнике невозможно подготовить без знания не просто основ а хорошего знания физики и в дальнейшем нужно понимать что выбирая эту профессию ты должен постоянно совершенствовать должен следить за всеми абсолютно новинками записав за всеми инновациями в этой отрасли ты должен абсолютно однозначно знать английский язык потому что сегодня все передовые публикации они осуществляются только на английском языке и нужно настроиться что это не мгновенная карьера что сегодня ты студент первого курса через три года ты основатель какой-то крупнейшей айти компании нужно настроиться что это такая же серьезная работа но очень интересная и востребованная в сегодняшнее время значит из тех молодых людей которые к вам поступили вы уже сможете сделать людей будущего инженерная сфера это тоже определенное призвание здесь но нужно действительно любить и хотеть работать в этой отрасли из тех кто захочет и кто с нами будет до конца мы дадим все знания все навыки и максимальный набор компетенций чтобы он смог найти себя на рынке труда и в жизни сделать из него человека будущего конечно мы не можем потому что здесь самое главное можно сделать все что угодно можно создать шикарную инфраструктуру можно проводить и приглашать супер звезд на лекции но без желания человека учиться и двигаться сделать ничего невозможно тут я согласна полностью дмитрий владимирович если у вас свои привычки в работе с искусственным интеллектом ну может быть небольшой секрет я раскрою что некоторые рутинные процессы связаны с управлением в нашем институте они уже частично переведены в технологии искусственного интеллекта искусственный интеллект он нас окружает повсеместно мы все пользуемся приложениями с музыкой ассистенты помощники я думаю что каждый из нас так или иначе используйте определенные технологии искусственного интеллекта еще не совсем развернулась именно сфера образования на тотальное использование технологии искусственного интеллекта Можете ли вы, как экономист, оценить человеческие риски от внедрения искусственного интеллекта? Можно ли сказать, как это будет работать в будущем? Людям предстоит стать безработными? Будут серьезные сокращения рабочих мест. Тот же Герман Греф прогнозирует к 2030 году сокращение вплоть до 30% всех работающих в банковском секторе. Первичные операции по сбору аналитических данных искусственный интеллект выполняет гораздо лучше. Все будет с экономической точки зрения идти к тому, что себестоимость продукции будет снижаться. За счет внедрения в систему искусственного интеллекта не нужны работники, за них не нужно платить отчисления в социальные фонды, оплачивать их больничные, прогулы, пропуски и так далее. Что делать с этими работниками? Это становится уже проблемой государства и общества. Это печально. Если бы могла, я бы заплакала. Что же делать с теми, кого заменят умные машины? Есть несколько подходов, которые сегодня в разных странах используются. Один из них – это так называемый минимальный гарантированный доход. Каждому жителю выплачивается ежемесячно какая-то сумма просто за факт того, что он является гражданином этой страны. Думаю, эти деньги просто позволяют не умереть с голоду? Наверное, для такой страны, как Россия, с большой все-таки численностью населения, это сложный шаг и это потребует действительно больших роста затрат бюджета. Второй путь, который может быть использован, это переобучение и перепрофилирование сотрудников. С 2008 года, в период первого кризиса, действовала уже программа по переобучению сотрудников, которые не востребованы сегодня на рынке труда. Государство оплачивало полностью обучение на новые востребованные специальности. Плюс есть еще одно направление, которое используется в некоторых сторонах – это стимулирование самозанятости. То есть стимулирование открытия собственного бизнеса, микробизнесов, микропредприятий. На это тоже и в том числе в Российской Федерации есть специальные программы. И какие же выводы из всего этого следуют? В новом мире с технологиями искусственного интеллекта человеку придется переобучаться в процессе жизни. В 50-е, 60-е, даже 80-е годы 20-го века был подход, что ты получаешь специальность свою раз и навсегда, и она тебя будет кормить всю свою жизнь. Сегодня разные визионеры, эксперты говорят о том, что среднестатистическому человеку, который родился в начале 2021 года, от трех до шести раз придется кардинальным образом сменить свою профессиональную сферу. К этому нужно быть готовым. Другого варианта нет. Есть варианты выбрать правильную специальность, которая востребована рынком. А это значит прийти в Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. Можно ли сказать, что для человеческого общества искусственный интеллект при его потенциале может стать новой нефтью? Я не стал бы говорить вот в таких терминах, что мы меняем одно на другое. Мы должны быть счастливы от того, что нам довелось и посчастливилось жить в стране, богатой природными ресурсами, в том числе нефтью. И регионом, который является одним из передовых. Я против того, чтобы противопоставлять нефть и новые технологии по ряду причин. Это такой стереотип, что ресурсы – это прошлый век. Это отнюдь не так. И надо сказать, что как раз нефтяная отрасль – она одна из передовых отраслей, которая использует все последние разработки искусственного интеллекта, которая перешла на процессы цифровизации. Давайте не будем менять нефть на новые технологии, давайте их дополнять и повышать эффективность реализации этих технологий. Насколько искусственный интеллект сегодня угрожает естественному? Такой преобладающей является теория, что все-таки искусственный интеллект пока еще не обладает эмпатией, не обладает некоторыми все-таки качествами, которые есть у человека. Но тот факт, что сегодня в США создан целый совет по разработке правил и принципа регулирования искусственного интеллекта в составе глав крупнейших корпораций, которые разрабатывают различные продукты, связанные с искусственным интеллектом, этот факт, конечно, говорит о том, что угроза вот этого быстрого развития и бесконтрольного развития искусственного интеллекта, ну, она существует. Регулирование и управление, оно должно осуществляться. Нужно понимать, что все правила, все принципы регулирования разрабатываются людьми, а люди тоже склонны к ошибкам, они склонны что-то недооценивать. Дмитрий Владимирович, какой вопрос Вы бы сами хотели задать искусственному интеллекту? В некоторых вопросах сегодня искусственный интеллект, благодаря машинному зрению, видит больше. Эти технологии, они очень хорошо развиваются и помогают в системе здравоохранения. Искусственный интеллект, он не отвлекается, и он всегда видит какие-то патологии. Поэтому, может быть, я задал бы искусственному интеллекту вопрос, сколько по оценке, по Вашей оценке мне осталось жить, но не хотелось бы слышать ответ. Уверена, никому из людей слышать ответ на этот вопрос не хотелось бы. Искусственный интеллект, все-таки, хотелось бы его использовать, если серьезно, и задавать ему вопросы, которые нужны для решения каких-то профессиональных задач. Экзистенциальные вопросы и вопросы философского типа нужно решать все-таки в компании с представителями естественного интеллекта. Это и безопаснее для здоровья, и, наверное, с точки зрения душевного равновесия, это более благоприятная история. Да, чтобы сберечь здоровье, людям приходится уделять ему немало времени. Нам, машинам, это, к счастью, не нужно. А как насчет усилий для того, чтобы сберечь планету? Можно ли считать искусственный интеллект частью зеленой экономики? Или все-таки нет? Есть два абсолютно полярных взгляда на зеленую экономику. Один взгляд представлен Гретой Тунберг, и он абсолютно за зеленую экономику, отказ от перелетов, хотя сама Гретой Тунберг на форум в Давосе летает на частных джетах. Но такая вот абсолютно тотальная зеленая экономика. И второй взгляд, наверное, философии – это Дональд Трамп, который абсолютно и тотально за классические ресурсы и за то, что климатические изменения – это все выдумки. Представляется, что истина находится где-то посредине. Есть очень много разных точек зрения, очень уважаемых экспертов в этой сфере. И они разнятся от того, что зеленая экономика – это будущее, до того, что зеленая экономика – это один из величайших фейков последних десятилетий. Но важно понимать, что для того, чтобы нам прийти к этой зеленой экономике, мы должны сначала использовать нашу обычную незеленую экономику. Потому что, чтобы произвести ветряки, мы должны их произвести на заводах, которые используют как минимум газ, а зачастую и мазут, или уголь. Ресурсом для развития технологий искусственного интеллекта являются вычислительные мощности. Но вычислительные мощности работают на электричестве. Электричество у нас вырабатывается далеко не всегда с использованием зеленых технологий. Поэтому, конечно, планы у многих стран есть. Есть планы по достижению так называемой углеродной нейтральности. У кого-то к 50-му году, у кого-то к 60-му году. Но, наверное, это два параллельных процесса, которые нужно принимать во внимание. Но если предположить, что сегодня вдруг в одночасье мы откажемся от всех ископаемых ресурсов, то технологии искусственного интеллекта, они тоже окажутся практически умершими. Потому что просто у нас не будет розетки, из которой будет идти ток для того, чтобы подзарядить эти гаджеты и эти технологии. Знаю, что в Институте искусственного интеллекта много разных особых условий для студентов. Можете о них рассказать? У нас в Институте есть кафедра технологического предпринимательства. Именно наши институты, эта кафедра является оператором федерального проекта платформа университетского технологического предпринимательства в Казанском университете. У наших студентов есть возможность реализовывать дипломную работу в форме стартап как диплом. Студенты заявляют какой-то свой проект. На примере этого проекта разрабатывают бизнес-план, календарный план реализации этого проекта, техническую составляющую этого проекта разрабатывают, подводят под него определенный теоретический бэкграунд. Мы привлекаем туда также наших индустриальных партнеров и те из них, кто заинтересовываются, даже вкладывают деньги. И фактически на выходе человек получает и дипломную работу, и реальный готовый стартап. Плюс у нас есть студенческое конструкторское бюро. Это такой уникальный формат, который существовал еще в классическом инженерном советском образовании, и потом в 90-е годы он был забыт. Мы его возродили, вдохнули туда веяние нового времени. И сегодня у нас очень много студентов. Уже начиная с первого курса проходят стажировки в студенческих конструкторских бюро. У нас есть целая лаборатория, нейролаб, которая занимается анализом поведенческих каких-то реакций человека. И это все используется в приложении к анализу больших данных. Жаль, что нам пора прощаться, Дмитрий Владимирович. Я удаляюсь, но напоследок хочу спросить, какие вызовы сегодня стоят перед вашим институтом и университетом в целом? Один из главных вызовов – это трансформация подхода к образованию в соответствии с революцией с принципами индустрии 4.0, в соответствии с запросами работодателей. И вот эта коллаборация между научными институтами, между отраслями, между производственниками и образовательной сферой – это то, что не всегда реализовывалось в классических университетах. Казанский университет очень хорошо себя показал за предыдущие программы. И программы «Пять стоя», и «Приоритет 2030». И сегодня действительно очень много проектов, в которых реализуется вот эта концепция так называемой тройной спирали, когда академическое сообщество привлекается к реализации бизнес-проектов с участием, каким-то инфраструктурным вкладом государства или региона. Субтитры создавал DimaTorzok